Проблемы развития российского спорта должны быть обобщены и представлены на заседании президентского совета. Такое поручение дал Владимир Путин Александру Жукову. На встрече в Кремле президент и глава Олимпийского комитета России обсудили итоги выступления наших спортсменов в Рио. Главным результатом стало не количество медалей, а возросший интерес к спорту в стране. Дмитрий Кочетков продолжит тему. Олимпийский комитет во главе с Александром Жуковым готовил нашу сборную к играм в Рио-де-Жанейро и работал со спортивными федерациями страны. Результат 56 медалей. Наши атлеты стали четвертыми в неофициальном командном зачете. И это в урезанном составе без звезд легкой тяжелой атлетики. В атмосфере давления, несправедливых обвинений и постоянных проверок. Президент уже обсуждал итоги Олимпиады в Министерстве спорта и правительстве. С Жуковым договорились побеседовать отдельно. Вы оцениваете, какие видите здесь вопросы, дополнительные проблемы. Я сейчас хочу, чтобы мы абстрагировались от всей политической пены, а просто говорили бы о проблемах развития спорта. Наша команда очень успешно выступила. На мой взгляд, главный итог Олимпиады заключается в том огромном интересе к спорту, который во многих наших регионах. Вот сейчас наши олимпийцы вернулись уже, собственно говоря. И как их восторженно встречают наших медалистов. Сколько детей после этого идёт в секции заниматься, это просто замечательно. Это очень важная составляющая спорта высоких достижений, что он имеет такую пролонгацию в массовый спорт, порождает интерес к спорту, к здоровому образу жизни. Олимпийскими чемпионами не рождаются. Сначала ходят в детские секции или спортивные школы. И возможность туда записаться должна быть у всех. Вопросами развития спорта в регионах Александр Жуков занимается не только как глава Олимпийского комитета. Вы же ещё и депутат, да? Государственная дума, зампред. Баллотируетесь вы от каких сейчас территорий? Сейчас я возглавляю группу «Единой России» по Новосибирску и Омску. Ну вот, в Новосибирске и в Омске там тоже есть очень хорошие программы развития спорта и строительства соответствующих сооружений. Потому что, особенно в Сибири, без подготовленных площадок, без закрытых спортивных арен. Там развивать спорт, в том числе массовый, достаточно сложно. Вы знаете, что интересно, на самом деле, новосибирские, омские спортсмены вообще из Сибири очень успешно выступили на Олимпиаде. Кстати, в Новосибирске два олимпийских чемпиона. Там Рома Власов, греко-римская борьба. И фехтовальщики очень хорошо выступили. Там Юлия Гаврилова выиграла. По инициативе «Единой России» еще прошлая Дума приняла две программы. Начали строить новые физкультурно-оздоровительные комплексы и ремонтировать существующие спортзалы и стадионы на селе. В результате готовы 583 объекта. 48 спортивных комплексов достраиваются. В проекте участвует 81 регион. Они дают возможность и детям заниматься спортом. По сути, это возможность для всего населения вести здоровый образ жизни. Мне кажется, очень важно эти программы продолжать. И народ их поддерживает очень сильно. Надо будет помогать и регионам, и муниципалитетам, чтобы все эти планы были реализованы. Вернувшись к результатам игр в Рио-де-Жанейро, Путин предложил Жукову обобщить инициативу их участников, чтобы наша сборная достойно выступила и на следующей Олимпиаде. Мы с вами все любители встречались, помните, там они обращались с конкретными просьбами некоторые. Даже те, кто завоевали медаль высшей пробы, все равно обращали внимание на то, что с точки зрения развития этого вида спорта в целом еще очень много нужно сделать. Ну, тот же самый гандбол там и другие виды. Давайте вот это не забудем. Обязательно сделаем, Владимир Владимирович. Доложим вам по всем видам спорта, по ситуации, там, где нужно действительно еще усилить государственную поддержку на уровне строительства важных спортивных сооружений и так далее, обязательно дадим предложение. По большинству федераций, в общем-то, как я уже сказал, все сработали очень неплохо. Но кое-где придется рекомендовать, так скажем, принять определенные решения. Разговор будет продолжен через месяц на заседании Совета по физической культуре и спорту при президенте. Среди тем не только предложение олимпийцев и федераций, но и развитие массового спорта. Дмитрий Кочетков, Кирилл Зотов, Первый канал.